С вами Кейт Мосли, дизайнер интерьера по Васту. И я сегодня буду рассказывать, как же сделать карту Васту, вашей квартиры и понять, есть ли у вас какие-то отхождения и изъяны в вашем пространстве. Как сделать так, чтобы ваше жилище, ваша квартира приносила вам максимальное благополучие, счастье, удачу, здоровье, любовь, всего самое необходимое, что нужно человеку, чтобы оно заряжало вас, так как Васту, это, еще раз расскажу для тех, кто не смотрел мою предыдущую передачу, Васту — это древнеиндийская наука, которой больше 5000 лет, где-то даже источники говорят, что около 7000 лет. Это основа основ. По этой науке проектировали города, церковные комплексы, храмы и здания. Но, к сожалению, сегодня очень много утеряно знаний человечеством. И люди просыпаются, пробуждаются, занимаются самоосознанием, работая над собой и работая над своим жилищем. И поэтому я рассказываю, как проверить свое жилище, насколько оно благополучное. Опять же, у нас есть три типа жилища. Это жилища, которые приносят максимальную пользу человеку, заряжают энергией. Это у нас самое хорошее. По десятибальной шкале — 10. И мы сейчас увидим, как это все проверить. Дальше у нас есть нейтральное жилище, которое не очень сильно вредит, но и особо не приносит никакой пользы. Что, в принципе, можно было бы улучшить свое жилище. Мы тоже поймем, над какими зонами нужно работать в этом смысле. И есть, к сожалению, жилища вампиры, которые высасывают жизненную энергию человека. И человек, к сожалению, может действительно иметь какие-то проблемы со здоровьем и с работой вообще в жизни, что достаточно звучит ужасно. Но все корректируется. И давайте я вам расскажу, как проверить вашу квартиру. Хотя бы как начать работать над ошибками, правильно? Если так у нас по карме сложилось, что мы живем сейчас в определенном доме, квартире, значит, это наша карма, значит, мы должны работать над этим и исправлять ошибки. Так, значит, существуют разные сайты в интернете. Если у вас есть в масштабе план вашего жилища, например, квартиры, я не советую рисовать от руки, потому что, когда мы рисуем от руки, получается все-таки не в масштабе. Плюс-минус, если вы сделаете обмеры своей квартиры и в клеточку, да, где-то в тетрадке расчерстите, и получится у вас примерная схема. Да, так можно попробовать, но я не советую, так как все-таки наука ВАСТа очень точная, она основана на все-таки физике, астрологии, геометрии, то есть ориентации по сторонам света, по пропорциям, по четкой геометрии. Поэтому я все-таки не советую шутить с масштабом, то есть с размерами точными, так как можно ошибиться, и тогда вся эта коррекция будет просто бессмысленна, и можно даже навредить себе, своему жилищу, если делать что-то неправильно. Поэтому, если у вас есть какой-то план, например, БТИ, или плана дизайнера, или плана застройщика вашей квартиры, я советую сделать фотографию этого плана, желательно более-менее хорошего качества, даже можно сделать на телефон. Потом, если вы хотите зайти на сайт, где мы будем строить карту ВАСТу, в вашей квартире с компьютера, вы можете просто отправить эту фотографию плана на компьютер, на почту электронную. В общем, есть очень много разных способов. Или вам могут этот план выслать, или вы можете его где-то скачать в определенных инстанциях, у всех по-разному. Но я советую иметь такой план. И я сейчас примерно покажу. То есть мы отталкиваемся от идеального расположения. Так как по науке ВАСТу пространство жилища, то есть магнитные волны вокруг нашей планеты, Земли, они должны совпадать с волнами внутри нашего пространства. Поэтому у нас должно совпадать движение этих волн. Поэтому, если у нас положительная энергия идёт с востока, она должна заходить с востока в наше жилище через окна и двери. И тем самым у нас не будет нарушаться движение потоков жизненной энергии магнитных волн Земли. В этом вообще сам принцип. То есть впускать как можно больше положительной энергии с востока и пытаться немножечко защититься от негативной энергии на, например, западе. Это всё очень-очень сейчас неконкретно. Я пытаюсь донести эту огромную информацию маленькими частями и очень доступно. Я надеюсь, всем достаточно понятно в данном этапе. Итак, если у вас есть фотография, чертежа вашей квартиры, мы пойдём сейчас на сайт, который очень сильно помогает разобраться на первых основах вообще с Васту-карту. То есть он предлагает его даже построить для дальнейшего детального анализа, чем мы будем заниматься здесь, на этом канале. Но чтобы начать вообще какую-то деятельность по науке Васту и анализа жилища, мы пойдём сейчас на сайт, где мы сделаем нашу карту Васту. Итак, я покажу вам этот сайт. Сайт называется у нас vastumap.ru И здесь, когда мы заходим, мы нажимаем на кнопку «Нарисовать Васту-карту за 2 минуты». Заходим сюда. И здесь у нас есть кнопочка «Создать новый проект». На этом сайте всё очень доступно написано. И поэтому, я думаю, любому, кто умеет более-менее пользоваться компьютером, я советую большой экран, так как здесь у нас работа всё-таки с планом. Вы сейчас увидите, что я имею в виду. Итак, я предлагаю взять план вашей квартиры, где понятно, где у нас вход, где окна. И смотрите, сейчас я показываю план квартиры «Квадрат». Так как квадрат и прямоугольник не больше, чем две трети, то есть не супер вытянутый прямоугольник, как два квадрата, если подставить друг другим собой, это получается два квадрата. Идеально это или полтора квадрата длина помещения относительно ширины, или вообще квадрат. В данном случае я показываю пример на квадратной квартире. И смотрите, здесь у нас получается, когда мы загрузили этот план, такие ползунки красные. И я советую дотянуть эти ползунки до внутренних стен. Если вы не помните, где у вас дверь и окна, давайте хорошо пока оставим, так как у нас далее будет ещё возможность над этим побором. Давайте оставим с наружными стенами. Чтобы мы не забыли, где у нас окна и двери. Дверь в квартире. Нажимаем кнопку «Вырезать». У кого-то будет план не очень понятной геометрической формы. Это также всё объясняется, как с этим поступать. Это уже отдельный случай. Мы тоже будем это разбирать. Но в этом занятии я хотела бы показать самое простое и идеальное решение, когда у вас действительно всё совпадает по сторонам света. И я уверена, что, надеюсь, что у многих слушателей всё совпадёт. Но сейчас архитекторы у нас очень креативные, и здания у нас очень необычной формы, что есть не очень хорошо по науке ВАСТу, так как ВАСТ – это всё-таки у нас симметрия, золотое сечение, пропорции и так далее. Итак, нажимаем следующий шаг. Дальше у нас открывается карта. Здесь нам нужно обязательно забить адрес. Вот я уже подготовила его здесь. Или мы просто его выбиваем. Так, так, так. Вот здесь. Да. Я забиваю адрес. И нажимаем кнопку «Найти». Смотрите, у меня выбран просто адрес дома в Москве Большой Афанасийский переулок. И я вижу, что у меня программа определила. Так, я вижу, вот сравниваю, что у меня, да, Большой Афанасийский переулок, дом 12С. И я нажимаю следующий шаг, кнопку. Далее появляется наша планировка квартиры. Так как экраны все-таки не очень большие, да, обычно у нас. Я советую пока не уменьшать этот план, а попробовать его сориентировать по сторонам света. Смотрите, карта, когда мы открываем Яндекс-карты или Гугл-карты, у нас всегда все карты ориентированы севером вверх. Поэтому даже если вы не видите здесь никаких обозначений, где север, где юг, всегда у нас карта с севером вверх. Итак, вот у вас ваша квартира. Если вы не помните, например, куда у вас выходят, на какую улицу окна, да, например, вот здесь гостиная. Гостиная с окнами у нас выходит на как раз большой Афанасийский переулок. То есть видно, что у меня сейчас не совпадает. Поэтому здесь есть вот такой вот ползунок, и нам показывают, сколько градусов. Я делаю 90, потому что на моей карте видно, что вот эта улица, она практически, вот, наверное, градус только один от моей, практически сориентирована на север. Что, в принципе, очень логично, так как по вас туда градостроительство всё предполагалось. Кстати, во многих городах древних можно это проследить, что города были сориентированы с прямыми дорогами, да, то есть была гармония с север-юг, запад-восток. И это, если посмотреть карты, можно действительно увидеть. Итак, всё, мы повернули, что у нас гостиная выходит на улицу, куда она должна выходить. Вы можете, если что, внутри своей квартиры встать и проверить с компасом, с компасом, например, на телефоне, хотя бы примерно, чтобы понять, или вспомнить, где у вас запад и восток, да, то есть где у вас рассвет, где закат. Но всё-таки лучше, точнее, при помощи вот этого сайта посмотреть. Или Google Maps, который даже на телефоне, да, можно открыть и увидеть. Итак, мы повернули, а теперь мы должны её уменьшить. Здесь вот у нас, так, это мы поворачиваем. Сейчас вот этот вот лупа мы уменьшаем. Уменьшаем, чтобы вам было понятней, что я делаю. Так, то есть вот она, вот эта наша квартира, она находится внутри вот этого нашего дома. Здесь главное, на этом этапе, сейчас не размер вот этот показать, да, квартиры, а именно, именно куда выходят у нас окна, на какую улицу, во двор, или, например, на центральную улицу. Так, мы сориентировали, нажимаем следующий шаг. Видите, дальше нам говорят, что теперь подгоните, подгоните, подгоните свою карту. Я вот думаю, сильно я её уменьшила или нет. Можно было бы, конечно, и не уменьшать так сильно, если вы уверены в ориентации. И да, видите, у меня тут немножко блокирует. Ну ладно, сделаем. Готово? Ага, обрезали. Так, теперь... Я думаю, не очень сильно он обрезал, но лучше таких ошибок, конечно, не допускать. А вот здесь вот инструкция, я не хочу, чтобы у меня потерялось, и надо было всё заново делать. Но для точности, конечно же, надо. Поэтому, хорошо, если у вас что-то не получилось, как у меня сейчас, я просто хотела получше объяснить. И ещё раз быстренько возвращаемся на главную. Загрузить проект. Ещё раз выбираем план квартиры. Желательно, чтобы он был в хорошем качестве. То есть если можно сканировать из-за ваших документов на собственность по квартире, лучше сканировать. Так, нажимаем кнопку «Вырезать». Следующий шаг. Забиваем адрес. Найти. Нашли. Следующий шаг. Сейчас я переверну, потому что я уже помню, что у меня гостиная выходит сюда, 90 градусов. И смотрите, я сейчас не буду её уменьшать, потому что я уже помню, что у меня именно ориентация вот так вот на север была. Следующий шаг. И здесь, смотрите, я сейчас получше вырежу. И вот на этом этапе у нас уже спрашивают, просят границы области сделать по краям стен вашего плана, то есть внутри, по внутренним стенам. Так как наука ВАСТа очень точная, и она нам сделает всё вот это пространство внутри квартиры, оно нам расчленит геометрически на равные части, на сегменты, и каждый сегмент будет отвечать за свою планету, за свои энергии, над которыми мы будем работать. То есть карту ВАСТу очень-очень важно построить правильно изначально. Поэтому мы делаем так, как нам говорят. Если мы забудем, куда у нас выходят окна и двери, мы всегда можем вернуться на компьютер и посмотреть изначальный план, и ответить на эти вопросы. Так, нажимаем «Готово», нажимаем «Следующий шаг», и сейчас мы увидим, что нам предлагают варианты построения. Смотрите, на этом сайте у нас очень много даётся выбора, какую карту мы хотим построить, и мы всё это будем обсуждать, проходить в следующей передаче. Видите, каждый сектор делится на свои подсектора. Очень много информации, всё очень важно. Север, юг, запад, восток – это основа основ. Я сейчас не хочу очень сильно вас загружать, но карты, с которыми мы, в принципе, начали работать в прошлый раз, я рассказывала про мандала, который называется «Васту-Пуруша». Это божество нашего жилища. И здесь я предлагаю вам сейчас сделать эту карту. Она на этом сайте называется «Мандала-Мандука». Мы нажмём сейчас сюда и нажмём «Нарисовать васту-карту». То есть васту-карта, она состоит из многих схем. Но мы пойдём по порядку и посмотрим. Вот, он нам наложил эту идеальную схему, идеального пространства на нашу квадратную квартиру. Мы нажимаем «Скачать васту-карту». Она сейчас у нас везде скачается. Я её открываю. Так, открылась. Я сейчас посмотрю. В розьбе всё видно. Чем лучше качество в вашей квартире, тем лучше вам будет удобнее работать в дальнейшем с этим планом. Итак, вот у нас север-юг, запад-восток. Мы к этому вернёмся. Дальше я думаю, что мы сохраним этот проект. И давайте попробуем проверить эту квартиру на соответствие правилам по ВАСТу. Итак, смотрите. Нам показывают. Всё у нас соответствует. север-юг, запад-восток. И у нас задаются вопросы. Где в доме или квартире находится входная дверь? Помните, мы здесь не видим, удалили наружные стены. Но ничего страшного. У нас сохранена эта картинка, то есть план квартиры. Так, сейчас я её найду. Так, где-то я на рабочий стол её закинула. Ничего страшного. Или даже в Downloads. Вот она. Так, сейчас, сейчас. Немножко потерялась. Так, главное не потерять план своей квартиры. Так, сейчас я посмотрю. Так. Светло. Ничего страшного. В общем, я помню, где у меня окна. Такое было небольшое лирическое отступление. Итак, дверь. У меня была здесь, в квартире, на западе. Дальше, следующий вопрос. Где в доме или квартире находится кухня? Отвечаем на вопрос. И смотрите, здесь нам очень важно, чтобы было, чтобы было видно, да. Чтобы было видно. Вы отвечаете, где у вас кухня. Дальше, где в доме, квартире находится спальня. Где находится детская. Где находится комната для гостей. То есть вы смотрите на свою планировку и нажимаете так, как у вас на планировке. Дальше, где находится кран или источник воды. По санузлу будет следующий вопрос. Я думаю, что здесь можно поставить или санузел, или раковина на кухне. У всех на кухне у нас раковина. Дальше, где находится ванная. Где находится туалет. Обычно у нас в планировках это одно и то же помещение. И далее, смотрите, если это не жилой дом с личным единым входом в здание, а это многоквартирный дом, то здесь у нас спрашивают, где парадный у нас вход дома. Это, конечно, другой аспект. То есть есть квартира со своим входом, ориентированным по стороне света. А есть ещё и само здание. Вот у меня совершенно противоположная ситуация. У меня вход в квартиру получается с востока. Примерно с востока. Я, кстати, буду в следующем видео разбирать именно мою квартиру. Сейчас мы сделаем в асту карты. И далее на следующем уроке, когда я буду рассказывать про свою квартиру, если у вас что-то будет совпадать или наоборот, совершенно противоположное расположение, вы поймёте, насколько ваша квартира соответствует. Смотрите, у нас на заднем плане как раз здесь видна фигура Пурушу нашего божества. И вот у меня выскочил анализ. В асту помещение удовлетворительное. 58 из 100. И вот здесь просто нам написано ответ на первый вопрос, где находится дверь. Вот я написала на западе, мне говорят 5. 5 из 10 – это не очень хорошо. То же самое у нас кухня на севере не очень хорошо. 5 по шкале 10. Далее, где находится спальня. Северо-восток – это вообще неблагоприятно. То есть здесь эта схема даст очень-очень примерную оценку. То есть если у вас будет 100, значит, вам не нужны никакие коррекции. Но было бы неплохо послушать, как ещё улучшить ваш дом какими-то уже деталями, не знаю, декоративными элементами каких-то определённых цветов. Может быть, декоративные подушки на диване в цвет преобладающей планеты в гостиной. То есть это уже такие нюансы. Или даже какие-то вазы или свечи определённых цветов. Или даже сами растения определённых видов, маленькие или большие, будут зависеть от этого мужчины. То есть здесь уже нет предела совершенства. Далее. Вот что я вижу из этого анализа, где в доме или квартире находится туалет. Смотрите, я поставила с северо-запад, и это 10 по шкале 10. То есть это идеально. И таким способом можно получить какое-то примерное понятие, примерное понятие. Насколько ваша квартира соответствует принципам ВАСТО. И спасибо, что досмотрели это видео. Я думаю, если у вас вдруг не получилось, пишите, обязательно попробую вам помочь. И в следующем уроке я буду рассказывать разбор моей квартиры по ВАСТО. Если вы не хотите пропустить мой новый урок, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал SunGates Miami, на Kate Mosley Design, и мы будем разбирать наше жилище, делать его более благополучным, чтобы мы были счастливы, и чтобы наша жизненная энергия не уходила в никуда, а наоборот аккумулировалась, приумножалась в нашем доме. Дом, который является подзарядкой, который должен быть подзарядкой для человека, где мы должны нашу жизненную энергию преувеличивать. Всем спасибо за просмотр. Я очень рада провести этот урок. До новых встреч. До свидания.